У телеоператора Антона Ермоленко, впавшего в кому после похода к стоматологу, положительная динамика. Об этом нашей съемочной группе рассказала его мама. О том, как Виктория Ермоленко борется с недугом своего сына, наш следующий сюжет. Осенью мы рассказывали историю телеоператора из Бердска Антона Ермоленко, который после визита к стоматологу почувствовал себя хуже, а затем в результате осложнения впал в кому. Вот уже несколько месяцев Антон борется за жизнь, а помогают ему в этом близкие и неравнодушные люди. И сегодня, по словам его мамы Виктории Ермоленко, в состоянии Антона стали заметны улучшения. Невролог Сергей Константинович к нам ходит, занимается второй месяц. Делает по своей методике массаж, так как у него спастика наросла, пока мы лежим полгода уже. Он убирает спастику, занимается с ним, гимнастика, разговаривает с ним, ну и вот пошла положительная динамика. А в чем она выражается? Он стал лучше реагировать, отвлекается на свое имя, поворачивает, сразу к нему подхожу, он сразу поворачивает, хорошо головой вертит. Руки начинают шевелиться, руки, ноги. Ну и сейчас к нам еще ходит массажист с больницы, с нашей мальчик массажирует, тоже хорошо делает массаж. Антону нравится, такой довольный после массажа лежит. Виктория Ермоленко не оставляет надежды не только поставить сына на ноги, но и разобраться в причинах, постигшие его беды. Она обратилась к юристу, уже идет процесс по оформлению опекунства. Это необходимо, чтобы оформить инвалидность и в дальнейшем представлять интересы сына в суде, говорит Виктория Ермоленко. Нужно разбираться и мне нужно знать причины, почему он в таком состоянии у меня лежит уже 8 месяцев. Мама Антона не устает благодарить всех, кто откликнулся и помог Антону и словом, и делом, и деньгами. Все время благодарю людей, которые откликнулись, помогли, материально помогли. Большое им спасибо, что люди у нас неравнодушные, отвлекаются быстрее, чем наше государство, к сожалению, конечно. Ну, маленько собрали денег. В ближайших планах у семьи Ермоленко реабилитация в Кольцово. Антон уже стоит в очереди. Между тем, помочь Антону может каждый, перечислив любую сумму на счет его мамы. Номер карты Сбербанка вы видите на своих экранах.